Всем привет! С вами Привет! Сегодня затронем тему голдфарма, потому что кроме него, наверное, в Варкрафте уже заниматься-то и в принципе нечем. Осталось всего лишь 2,5 месяца до выхода Battle for Azeroth. Рейды закрыты, шмот получен, все, что я хотел сделать, я все сделал и в принципе всем доволен. Поэтому приумножить свое количество голды это всегда приятно, это всегда интересно и всегда занимательно. Да и к тому же реализовать накопленные ресурсы за все дополнение тоже весьма классно, ведь не зря же они фармились. Какие-то ресурсы можно переработать в чистую голду, какие-то ресурсы уйдут в какие-либо крафты, которые в дальнейшем будут продаваться на аукционе, но об этом уже в другой раз. В текущий момент конкретно рассмотрим реализацию шелдорайского шелка. За все дополнение его накопилось у меня около 6 тысяч. И посмотрев абсолютно все крафты, что требуется для изготовления одного или другого, я сделал самый обычный вывод в том, что туфли из шелкового полотна это самый лучший крафт, который только можно придумать в партнерном деле для реализации шелдорайского шелка, для получения чистой прибыли. 12 шелка, 29 голды. Также иногда существуют проки по 39,5. Весьма классно и весьма неплохо на самом деле. Самая главная сумка перед этим вычистить. Надо было бы тоже мне, потому что 22 ячейки это очень мало. И чем больше будет свободных ячеек, тем на самом деле лучше. Как вариант, если у вас будет свободная минутка и вы решите пофармить на этом деле, то получается для закупки шелдорайского шелка самая нормальная цена закупки это, например, на 2 голды. И 2 голды 40 серебряных, как вариант, потому что закупая больше, уже будете либо уходить в 0, либо вообще в минус. То есть как вариант, помониторите аукционы, либо можете просто спамить в чат о скупке шелдорайского шелка. Возможно, вам будут присылать его по почте наложенным платежом и вы будете уходить в плюс. Самые обычные рекрафты, самая обычная реализация реагентов. Никакой магии. Все происходит на ваших глазах. Как вариант фарма голды и реализации накопленных ресурсов, это просто идеально. Но из шелдорайского шелка еще крафтится прочное шелковое полотно, а вот ему применение я не придумал. Но, скорее всего, самая лучшая реализация этого полотна это крафт сумок. Сумки на 30 ячеек. Их, конечно, бы дапать до третьей звездочки. Тогда уже начать крафтить, чтобы было более полезно. Да, наверное, займусь этим в ближайшее время. Нужно будет апнуть второй и третий левел на этой сумочке. И все это дело покрафтить и реализовать. Потому что реагенты, мягко говоря, угасают. И ладно бы партнерные реагенты. То есть, они реализуются в чистую голду. Путем крафта туфель сумки всегда будут актуальны на любое количество ячеек. Даже если посмотреть, то сумки из волшебной ткани, они до сих пор актуальны. И их до сих пор покупают те, которые по 30 ячеек. Да и это, в принципе, 30 ячеек. То есть, тут уже все от самого человека зависит, какую он будет сумку покупать. Если из шелкового полотна, то неплохо. Она даже по цене аукциона стоит чуть дороже. А если из волшебной ткани, ну да, она стоит чуть дешевле. Но функционал один и тот же. То есть, все зависит при этих сумках. Ну, чуточку от вашей удачи. То, что какую сумку у вас будут покупать. В общем, такая вот простейшая реализация шелка. Надеюсь, все свои запасы вы реализуете. И приумножить свое богатство. Всех вам благ, счастья, здоровья, быстрых крафтов и побольше прок эпиков. Потому что эпические проки туфель стоят на 10 голды дороже. И это очень приятно. До скорого. Берегите ноги.